Вот этот очерк особенный. И адресован не столько любителям истории, сколько экологии и географии. Объект, о котором я расскажу, совсем маленький. Он имеет географические координаты 54,97 градуса северной широты и 43,31 градуса восточной долготы. Его положение над уровнем моря 145 метров. Площадь составляет 9700 квадратных метров. Максимальная ширина 70 метров. Максимальная длина 235 метров. Максимальная глубина почти 2,5 метра. И называется этот географический объект пруд Балыковский. А если бы можно было пройти по его плотине прямо из-за зоны, то мы бы через каких-то 500 метров вышли на знаменитую царскую аллею. А по ней, еще через 7 километров, пришли бы к явленному руднику у села Кременки. А вот по той дороге, к пешеходному КПП номер 2, мой отец вместе со своим другом Павлом Самсоновым уходил в Диевеевский военкомат. А оттуда на фронт. Кстати, с верхушки той дороги хорошо видна плотина нашего пруда. А за ней аэродром и крыши домов Яблоневого сада. А лес за ними называется Раменьем. Поэтому и улицу назвали Раменской. С мая по октябрь 2014 года состояние пруда изучала группа ученых Мордовского государственного заповедника под руководством доктора биологических наук Александра Борисовича Ручина. Отчет этих специалистов мы читали словно занимательный рассказ Жюля Верна. Читали, узнавая, что подземные воды, питающие наш прудик, представлены Волжско-Сурским артезианским бассейном. И что преобладают тут воды Юрского тиригенного горизонта и каменноугольно-пермского кармонатного комплекса. Забавно было узнать, что погоду на берегах пруда определяют теплые воздушные массы, поступающие с южными циклонами с Черного, Средиземного и Каспийского морей. А холодные воздушные массы вторгаются со Скандинавии и Баренцева моря. Вот ведь как небольшой поселок с садами и огородами вписывается в мировое пространство. И почему-то трогает меня, что прудик этот – мой ровесник. Как и я, он появился на свет 62 года назад. Пруд был создан по сухому логу, без постоянного водостока. Продолжают описание географического объекта наши ученые-мужи. Течение воды отмечается только при таянии снега. Русла не имеется. Флора пруда представлена водорослями и высшими растениями. Водоросли – это фитопланктон. Зафиксировано 38 видов. Видите, как все серьезно и солидно. А кто же заселяет окрестности нашего пруда? Из высших растений в состав флора пруда и его окрестности входят представители цветковых растений – аж 95 видов. Соотношение жизненных форм растений таково. Деревьев – 8 видов, кустарники – 5 видов, поликорпических и монокорпических травянистых форм – соответственно 69 и 13 видов. Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными. Отловлено, о ужас, 666 штук беспозвоночных насекомых. Ох, не зря я здесь часовню поставил. Ох, не зря. А ихтиофауна – это рыбы, нетребовательные к содержанию кислорода в воде, гальянозерный и ротан. Первый вид по численности занимает 70%, а второй – 30%. Как считают ученые, в целом техническое состояние пруда хорошее. Анализ содержания химических элементов в грунте пруда показывает, что доля загрязнителей в донных отложениях не только не превышает установленных норм, их в десятки и в сотни раз меньше. Однако есть и тревожные нотки в результатах исследования. Площадь пруда в мае 2014 года составила 8600 квадратных метров, что на 1100 квадратных метров меньше водного зеркала, указанного в технической документации. Основная причина ухудшения экологического состояния пруда – человеческий фактор, последствия деятельности людей. Так в самом верховье лога была укреплена плотина и проезжая часть дороги между садовыми товариществами «Восход» и заветами Чурина, которая перегородила естественный водосток, наполняющий пруд поверхностными и родниковыми водами. Помимо этого, русло, впадающее в пруд ручья, завалено бытовым мусором и, как следствие, стала трансформироваться среда обитания. Как в самом пруду, раньше-то в нем водились караси, так и на прилегающей территории. Вот в частности, обнаружено наличие во флоре семи заносных видов растений – клёна американского, череды остролиственной и им подобных, которые включены в черную книгу средней России, как сорные и чужеродные. Но и это еще не все беды. Во враге раньше росли высокие, крепкие деревья. И вот в 2012 году перед визитом в саров президента России в Варварске спилили больше 350 деревьев, оставив их лежать с февраля по сентябрь. Некоторые стволы там лежат до сих пор, поскольку в осеннюю распутницу тракторы не смогли их оттуда достать. После этого вода в пруду помутнела. А общеизвестный факт гласит – залогом нормального гидрологического режима водного объекта является сохранение по берегам лесных массивов или отдельно растущих деревьев. Что могли бы сделать теперь местные власти? Первое. Создать здесь условия для активного водообмена. Обеспечить большее количество поступающей воды путем поиска и расчистки родников. А они там были. В прилегающих окрестностях. А для беспрепятственного стока воды очистить и выровнять русло ручья, впадающего в пруд. Второе. Убрать хлам, годами копившийся на примыкающих участках, а также завалы из тех спиленных деревьев. Третье. И надо сказать, что здесь подвижки есть. Сделать ливневую канализацию с территории Тиза, чтобы дождевая вода по ней сливалась во враг. А что могут сделать простые горожане? Да хотя бы просто не мусорить и не подъезжать на машинах к воде. Иногда брожу я ранним утром по берегу этого прудика, а потом в который раз любуюсь неброской красотой нашей родной природы. Казалось бы, ну пересохнет этот прудик, пропадет с лица земли. Ведь не катастрофа. Огромная часть населения России не знала, не знает и никогда не узнает, что в точке, расположенной без малого на 55-м градусе северной широты и 43-м градусе восточной долготы, пока еще плещется на восходе солнца самый экологически чистый в Сарове водоем. Но вот не так ли? По кусочку, по обрывочку, теряем мы тихо и незаметно ту родину, которая нас вырастила. Не подал бы в свое время голос в защиту Байкала писатель Валентин Распутин и не стало бы чистого озера. Не возмутись, научная общественность. И ведь повернули бы ретивые прорабы Никиты Хрущева с северной реки Сибири на юг. Сейчас министры, депутаты и те, кто по должности обязаны хранять исторические памятники, и памятники природы бьют тревогу. Мол, застраиваются коттеджами, монстрами, знаменитые усадьбы. Поистине лики России разрушаются имения, связанные с именами лучших сынов Отечества. Рушатся и разворовывается достояние республики. А что, раньше они этого не знали? Или не замечали? Или им самим там не выделили земельный участок под застройку? Вот так и сейчас. Разве не горько будет тогда, когда повзрослевшие внуки спросят нас, дедов, а правду говорят, что на месте этой свалки когда-то, во времена вашей юности, было красивое озеро, а вы его загадили. Так что, дорогие мои, отсюда, с крутого берега пруда, хорошо видно, что земля-то круглая. И жизнь наша тоже ходит по кругу, вращается, и все возвращается. А чтобы эта жизнь была чуточку лучше, в ней не обязательно совершать подвиги. Достаточно не совершать подлости по отношению к земле и людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова